Всем привет, друзья! С вами Закупач и новейшая, просто горяченькая, как пирожочки, коллекция от компании из Бабам, серия Креатуракс, и называется она Крылатые Хищники. Сегодня мы попытаемся собрать коллекцию из 12 крылатых хищников. У них тут есть суперэффекты всякие, там кто-то светится в темноте, кто-то меняет цвет. В общем, посмотрим, какие нам достанутся. Ну и купить их можно в киосках Печати, в супермаркетах Магнит, в Алберес Азон. Как обычно, залетайте. Ссылочки в описании, проверяйте. Итак, давайте откроем первую. Я чувствую, там что-то тяжеленькое, большое. Наверное, это какая-то птица. Летучая мышца, наверное, маленькая должна быть. Вау, да, ребята, это что-то большое. Это прям огромная птица. Вы посмотрите, какая каркуша получилась. И это белоголовый орел, и он меняет цвет в горячей воде. Обязательно проверим, как он меняет цвет в горячей воде. Итак, нашему орлу уже не терпится принять ванны теплые. Давайте смотреть. Ну, не знаю, он стал серенький, но цвет, если честно, менять не очень. Бывалый получше. У него просто огромные крылья. Он умеет делать танцы там. Что наша жизнь... А нет, это другая, это сова так делает, да? Что наша жизнь? Игра. Вот. Чем он наполнен? Наполнен он орбизиками, как вы можете видеть. Ну и шикарный, мягенький, и он очень вкусно пахнет. Ммм, а запах пахнет он ванилькой. Мне кажется, в этой серии они все будут одинаково пахнуть, но пахнут замечательно. Ну и, конечно же, есть буклетик. Здесь написано вот то, что он редкий у нас. И самое интересное, конечно, это плакатик. Я обожаю рассматривать плакатики. О, какой орел! Просто огромный, классный орел. И здесь есть описание на нескольких языках. Конечно же, это все можно перевести в переводчике, но если на видео это будет, то это будет очень долго. И вот выглядит вся коллекция так. Так, ладно. Орел у нас есть. Давайте открывать следующего. Что интересно следующее? Я вижу, что это летучая мышь. Или это летучая лиса? Вы посмотрите. Это будто бы лисе приделали крылышки. И называется она Крупная малазийская летучая лисица. Вот. У нее никаких суперспособностей нету. Но сделаны игрушки мега качественные. Посмотрите, какая няшечка-червашечка. Ой, у нее... У нее челюсть чуть-чуть залипает. Вот такая лисица. Вау. Ну, она прям огромная. Это не лисица были в этом? Эйс Вентура. Розыск домашних животных. Там тоже было что-то такое похожее большое. Гуано. Ой, гуано. Шикака. Распаковываем следующий. Ой, я забыл вам показать. Подождите. Лисицу-то. Как она выглядит в живой природе. Ой! Ой, какая... Если бы такая на меня ночью упала бы мне на голову, я бы точно офигел бы. Я бы, наверное, потерял сознание. Слушайте. Так, дальше у нас птичка. Так, птичка. И что же это за птичка? Она с красным. Она похожа на орла предыдущего. Но это у нас золотой урел. У него вроде никаких способностей нет. А, ну поэтому они похожи. То, что это все орлы. Просто они разного расцветка. Как бы разной породы. Да? У них же как вид тип один. Просто разные породы. Так, что он умеет делать? Он умеет танцевать. Вот так. Вот может танцевать. Может вот так спрятать свой клюв. Вот так. Хопа. Так, хопа. Хопа. Что он еще умеет? А, ну шпагат умеет делать. Ну тянутся они отлично. И прям запах по всей квартире ванильки пошел. Ну просто же замечательно, ребята. Давайте посмотрим, как он выглядит в реальной жизни. Так. И это... Воу, какой он огромный. Слушайте, а такие у нас не живут случайно? По-моему, в России такие водятся. Нет? Я могу ошибаться. По-моему, я где-то на каких-то передачах про живую природу видел их. Далее. Смотрим. Кто здесь. А вот и летучая мышь. О, нет. У нее чуть-чуть крылышко припаяло. Видите, крыло попало в пакет. И немножечко запаялось. Да, такое бывает. Поэтому проверяйте во время покупки. Ну, вроде я оторвал. Все нормально. Видите, на них написано с бабам. На каждой фигурке. То, что это оригинал. Качество. Уз бабам всегда на высшем уровне. Вот такая серенькая мышка. И это фруктовая летучая мышь. То есть, она именно... Только я не понимаю, это же коллекция называется «Крылатые хищники». А фруктовая мышь же, она питается фруктами или нет? Или она тоже может съесть кого-нибудь? Итак, можем ее завернуть как в шаурму, так в собственные крылья. О, не, это, знаете, это не на шаурму похоже. Это похоже на эти, как они, в листы винограда закружены. Как они? Долма. О. Это называется «Долма летучая мышь». Такая красивая. Давайте посмотрим, как она выглядит в реальной природе. И открываем. О! Слушай, какая отвратительная. Ну, это вообще жесть. Это пока самое страшное из тех, что было на сегодня. Смотрим следующего. Сейчас что надо-ка. И кто же там у нас? О, это, по-моему, меняет цвет. Вы посмотрите, какой красавчик. Какая деловая птичка. И зовут ее «Ворона». Меняет цвет в горячей воде. Давайте-ка проверим, как ворон поменяет цвет в теплой воде. Мне кажется, он должен хорошо менять цвет. По-моему, он становится более белый. Да, он белеет, но очень медленно. Я ворона, я ворона. А-а-а-а. Та-а-а-а-а. Та-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Та-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Та-а-а-а-а-а-а-а-а. Та-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ворона одна из самых умных птиц, которые бывают. Вот. Их можно даже дрессировать. Замечательно. Интересно будет проверить, как она меняет цвет. А наполнитель такой же? Да, наполнитель такой же. Так, голову прячет крылышками. Давайте, чтобы она не замерзла, потому что у нас сейчас, кстати, в Подмосковье похолодало, поэтому нужно носить шарфики. Шапку, ладно, можно еще не надевать, если у вас хороший иммунитет. Но вообще я советую и в шапки ходить, потому что прям холодно-холодно. Ну вот шарф обязательно. Ноги должны быть в тепле и шея. Кажа! Посмотрите, какая. У нас на даче там вороны такие гнезда свили себе здоровенные. Такое ощущение, что там не гнездо, а трехэтажная квартира. Прям огромные гнезда. Оставлю-ка я двоих наших меняателей цвета в теплой воде на пару минут. Мне кажется, да, они становятся белее, наверное, или... Да. Выводы следующие. Они меняют цвет, но долго. Вот. Теплая вода, и они становятся светлее. Хотелось бы, конечно, чтобы они меняли цвет более круто. Смотрим дальше. О, это же этот, стервятник, по-моему, да? Или как его зовут? Мы его видели в зоопарке. Это грифон. О, грифон. Вот такой грифон. Слушайте, с бабам нам уже выпадали грифоны, но они были другие. Это прям абсолютно другая моделька грифона. Он отличается. Ещё мне нравится, что у них стала такая очень-очень мягкая резина такая, приятная к рукам. Так что всё сделано круто. Вот такие чёрные у него коготочки. Опа. Может спрятать. Так. Вот так вот. Мы его зашнуровываем. О. Всё. Ку-ку. Я в домике. Ой, что это у него? Ну, красавчик же. Здравствуйте. Это я, грифон. Давайте посмотрим, как выглядит грифон в реальной жизни. Если кто не видел. Вау. Слушайте, я их обычно... Ну, вживую, конечно же, ты же не видишь грифона, как он летает. Ты видишь, как он сидит на месте. Я не ожидал, что они так круто выглядят. Вот именно в полёте выглядят очень круто и опасно. Это просто шедевр. Давайте смотреть следующее. Мне нравится то, что мы с вами идём без повторок. Судя по всему, если заказать целую коробку, то, возможно, повторок не будет. Вау. А это одна из самых редких фигурок в коллекции. Вы посмотрите. И это Сапсан. И он меняет цвет на солнце. О, Валюш, можешь мне подать, пожалуйста, фонарик вот этот наш? Интересно, как он сейчас поменяет цвет. То есть так он просто белый, да? Белый-белый. Сейчас я возьму ультрафиолетовый фонарик. И мы на него посветим. И посмотрим, что же с ним будет. Вот. Вот я, к примеру, его грею. Фонарём. Вау! Он становится розовый. Вы посмотрите. Видите, вот где я фонариком прикладываю. Да. То есть так он белый. Слушайте, это как будто бы синяки появились. Можно ему сделать синяк под глазом. Опа. А-а-а! Это значит, что иду, а значит... Лечу я, значит, с работы, и мне встречается грифон. И я ему... Ча-а-а! 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 И у меня рука отлетает. А, короче, упал на лестнице, спотыкнулся. Знаете, как в школе бывает. Спотыкнулся, вот, и всё, и фингал. Так, вот. Значит, крылья, кстати, огромные. У них в коллекции у всех огромные крылья. Сделаны фигурки просто шикарно. Вот такой хвостик. А с бабам где написано? На крыле? Да. И на крыльях у каждой фигурки написано, что это с бабам. Ну, супер, супер. Предлагаю завернуть его так же. Вот, хоп. Потому что на улице стало холодно. А сапсан, как вы знаете, это такое, это теплолюбивая птица. Вот, всё. Отправляется в коллекцию к нам. И посмотрим, как он выглядит. Сапсан это одна из самых быстрых птиц. Не зря из-за... Ну, в честь него называют, ну, поезда. То есть, знаете, есть поезд сапсан. Он быстрый, быстрый. Вот. Вот почему. Видите, какой. Шикарный. Шикарный. Я чаще всего сапсана путаю просто с орлом. То есть, он похож на простой... Или сокол. На сокол он похож. Сапсан похож на сокола. Далее смотрим. Воу! И это редкая летучая мышка. И смотрите, у неё совершенно другие ушки. То есть, смотрите, вот бабам, какое внимание к деталям, что они делают ушки. То есть, ушки вперёд. И вот это как раз-таки летучая мышь-вампир, которая светится в темноте. Представляете, если бы все летучие мыши выглядели в темноте именно так? У-у-у-у! Да это вообще ужас. Светятся просто шикарно. Вау! Они даже прорисовали ротик. Видите? Там прям очень даже хорошо ротик прорисованный. И она на ощупь совершенно другая. Она, знаете, как будто бы силиконовая. Если там мягкая резина, то вот это прям силикон. Ну, прям совершенно всё по-другому. Видите, она не такая мягкая. Да! Смотрите, она совершенно по-другому сделана. То есть, она полностью залита. То есть, это прям силикон полностью залитый. А те фигурки, они как антистресс. Внутри имеют урбизы. Здесь же такого нет. Супер! Давайте посмотрим на мышь-вампир. Ужаснёмся. И уберём эту листовку. Эх! Эх! Ну, она прямо как из Человека-паука. Вот этот, который Морфеус был. Помните? Морбиус. О, Морбиус. О, какой страшный. Который это превратится как в суперзлодей, который в вампира превратился. Так, смотрим дальше. И кого я вижу? Кто это? Чижик-пыжик. Где ты был? Что это за чижик, ребята? Угадайте. Чёрный клювчик. Это Скопа. 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 Он тоже похож на Сокола, но это Скопа или Скопа. Как правильно? Алиса. Как правильно птица Скопа? Птица Скопа. Это хищная птица. Птица Скопа. Она распространена в обоих полушариях. Птица Скопа. Я их, по-моему, не видел никогда. Длина её тела составляет 55-58 сантиметров. Размах крыльев 145-170 сантиметров. 170 сантиметров. Размах крыльев. Затылок и нижняя часть белые. Вокруг шеи крапчатое ожерелье. А на запястьях тёмно-коричневые пятна. Стоп. Ну, слушай, это круто. Такая немаленькая птица получается. Размах крыльев 170 сантиметров. Это вполне себе прилично. А так похоже на воробья. Но вообще крылья прям огромные. Вот даже она сидит. Смотрите, крылья по сравнению с телом. Огромедные. Давайте посмотрим, как она выглядит в реальной жизни. Это очень интересно. Ничего себе она таскает рыбу. Да это... Это какое? Птица-рыбак. Смотрите, какая. Устрашающая. И обратите внимание, какие когти. Когти просто огромные. Опасно. Открываем очередную. И кого я там вижу? Это летучая мышь. Она обыкновенная летучая мышь? Или как она называется? Египетская фруктовая летучая мышь. То есть у нас есть и фруктовая летучая мышь, и есть египетская. Чем они отличаются, я не знаю. Но, опять же, она сделана по-другому. Смотрите, она полностью силиконовая. То есть внутри никаких орбизов нет. То есть приятно то, что в этой коллекции собраны разные методики по изготовлению фигурок. О! Вот такая летучая мышь. Но вот ее прям можно на заставку, наверное. Она реально классная. Тянется супер. А так лапки тянутся тоже хорошо. И что наша жизнь... Нет, мы еще что нашу жизнь не нашли. Подождите. Я думаю, она должна быть вот здесь. Потому что вот это самый большой пакет. Я чувствую, он такой толстенький. Забыл мышь вам показать. Смотрим, как выглядит египетская мышь в египетской пирамиде. Ничего себе египетская сила. Ну, во-первых, ее изобразили в первоначальном виде. То есть как она спит. Кверх ногами. Ну, не такая страшная, но приятного мало. Тем более у нас сейчас там в Подмосковье активизировались летучие мыши. Они проснулись раньше времени. В новостях читал. Давайте открывать. Да, я угадал. Но это не сова, это филин. А, ну как раз таки. Что наша жизнь? Игра. Это евразийский фильм. Вот. То есть видите, у Сбабан как все. Ну, внимание к деталям. То есть они даже пишут под класс. Откуда это животное и так далее. Мне кажется, это одна из самых крутых фигурок в коллекции. Потому что ее реально можно подвесить к себе на пальчик. И она будет делать. Что наша жизнь? Игра. А как они? У-у-у. Я вспомнил свое детство. Когда был маленький, мы приходили в школу. И у нас прям над входом в школу было, это как, три сосны прям рядышком стояло. И вот на этих соснах сидели филины как раз таки. Не сова, а вот именно филины. Вот. Но это было в Курской области. Это Курская область. Здесь, я не знаю, в Подмосковье филина, наверное, не встретишь. Но они не такие были. Они такие маленькие-маленькие. Вот какой-то здоровенный филин. А те были такие малюсенькие. Они, не знаю, как голуби. Ну, нет. В три раза больше голуби. Может, это какая-нибудь разновидность сов была. Я полетел. Так. Смотрим, как он выглядит в реальной жизни. вы посмотрите вот он летит красавчик мне очень нравится филин реально красивое животное открываю следующий пакетик и вот она она нарядная на праздник на пришла слушаю но тоже филин ну просто это немножко другой филин я думал там будет прям сова а это снежная сова и нас ведь в темноте наверное филины в чернобыле выглядят именно так светится просто супер и я полетели да а ну понятно это на северном полю все-таки совы танцуем оу брат привет это как ты ты полетишь теплые края не а мне тут хорошо я беленький мне вообще замечательно а я полетел теплые края хотя наверно филины не не летают в теплые края да они ж не перелетные птицы не первое место я прям отдаю сегодня филинам вот эти два филина занимают первое место мне очень понравились именно филины и они классные антистрессы может может быть на заставочку их поставить а вот так прямо поймал филина поймал белого филина не знаю а может быть лучше будет когда именно не светятся темноте так первое место филины давайте посмотрим как они выглядят реальной жизни мне но это совать не филин здесь прямо сова мне кажется филин белый выглядит немножко по-другому или он просто лучше прячет когда летит знаете чтобы аэродинамика было лучше так ладно первое место филины на второе место кого бы мне отправить наверно отправлю светящегося сапсана и на третье место ворону который меняет цвет ну и летучие мыши они наверно все мне понравились вот так их возьму вот и грифон мне понравился и орел наверно вот эти два мне понравились меньше всего хотя вот этот меня понравился побольше вот просто орел мне понравился меньше всего а все остальные коллекция мега крутая поэтому всем советую подписывайтесь на социальные сети с бабам чтобы не пропускать новости потому что пока мне привезут игрушки на обзор и так далее это все долго а если у них на сайте у них то все новиночки постоянно выходят сразу ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был закупач всем пока до новых встреч